Здравствуйте! С вами Катерина Некречия и Крым Реалии. Это программа о том, что на самом деле происходит в Крыму. Сегодня вы узнаете. В Симферополе собираются ввести чрезвычайное положение из-за мусора. Почему старый полигон закрыли, а нового может не хватить даже до лета? Просто дышать нечем. Хоть противогаз один. Кому принадлежит крымская коллекция скифского золота? Почему ее не возвращают в Украину? И есть ли в той коллекции настоящее золото? Там не только золото. Там есть вещи, которые... Они вот котел, например, скифский, он бронзовый. Что думают крымские водители о самых дорогих парковках и эвакуаторах на улицах Симферополя? Бесплатным парковкам нет бесплатной альтернативы. Об этом подробнее мы будем говорить через несколько минут. Но сначала о главных событиях на полуострове за неделю. ФСБ России объявило охоту на правозащитников. Российские силовики задержали крымского адвоката Эмиля Курбединова, который направлялся к одному из подзащитных. Так, вот Эмиля теперь задерживают. Что-то ему там предъявляют. Курбединов защищает крымчан, преследуемых российскими структурами по политическим и религиозным мотивам. В тот же день в квартире и в офисе адвоката провели обыск. Изъяли всю нашу оргтехнику, хотя я сообщал сотрудникам МВД, что данный офис является офисом адвокатов. И все предметы и дела, которые здесь находятся, являются адвокатской тайной. Под контрольной России Крымский суд арестовал адвоката на 10 суток за публикацию в социальной сети. Запись была сделана 4 года назад и не нарушала украинское законодательство. Однако суд счел ее экстремистской. За день до этого силовики задержали и пытались допросить другого адвоката, Николая Полозова, который ведет дела с заместителями председателями Джелиса крымских татар Ахтема Чайгоза и Эльми Умерова. Сам Полозов считает эти действия похищением. Российская власть избрала новую тактику. Теперь это не только следование политических активистов, но прежде всего удар нанесен по их защитникам. Керченский мост в процессе строительства. А российские власти уже планируют украсить территорию рядом с ним памятником примирению. К столетию Октябрьского переворота. Памятник должен символизировать примирение потомков белых и красных. Но макета еще нет. Что касается сроков установки, тут торопиться не надо. У нас нет задачи открыть 7 ноября какого-то конкретного года. Самое главное, чтобы проект был достойным. Ждут памятника и в Ялте, но уже американскому президенту Франклину Рузвельту. Бюст был изготовлен еще полвека назад, но хранился в запасниках Ливадийского дворца. В Симферополе снова подорожает проезд на троллейбусе. В начале года цену на этот вид общественного транспорта подняли до 12 рублей. Летом билет будет стоить 14. Крымские власти объясняют это тем, что парк обновляется и цены на электричество растут. На Арабатской стрелке зафиксировали уникальное явление – гелевый шторм. Море замерзает и вода при этом становится похожей на гель. Вы смотрите Крым Реалий. Три года назад в Нидерланды была отправлена коллекция «Крым – золотой остров в Черном море», которая была составлена из артефактов, в том числе из четырех крымских музеев. После российской аннексии представители Крыма требовали вернуть золото на полуостров. Но нидерландский суд решил передать коллекцию в Киев. Впрочем, крымские музеи не собираются сдаваться и подали на апелляцию. Так куда же поедет так называемое «Скиевское золото» – узнаете из нашего следующего сюжета. Вместо экспонатов – таблички с их нынешним адресом. Здесь все что угодно. Бляшки на плащах, колты, серьги, колечко. Это носили скифы – кочевники, которые жили на полуострове в средние века. Их украшения и элементы быта показывают посетителям музея Тавриды. Часть скифского золота до сих пор в Нидерландах. Сокрушаются музейные работники. Я, наверное, из музея уволюсь, если хотят 35 лет проработать. Это просто ужас. Скифские древности из пяти музеев – крымских и киевского – собрали в коллекцию три года назад. Не успели ее выставить в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме, как случилась аннексия полуострова. Голландцы растерялись, кому возвращать сокровища. Кто настоящий владелец – разбирается Амстердамский суд. Сотрудники Крымского музея обсуждают последние новости из Нидерландов. «Красок не в нашу пользу выигрывает, но мы надеемся, что это будет. Но там не только Симферополь, там и Варчисарай, там и Керчи, Феодосия, всего по-нибудь. Там не только золото, там есть вещи, которые, они вот котел, например, скифский, он бронзовый, он не золотой никакой, просто бронза, зеленая, поделившая, но он редкий. Конечно, такие вещи уникальные, жалко. Пока что решили в Киев отправиться, а подали апелляцию, как мы рассмотрели, там неизвестно». В середине декабря окружной суд Амстердама решил вернуть экспонаты Украине. Правда, Киеву выставили счет за хранение коллекции. Это более сотни тысяч евро. Крымские музейщики не согласились с решением Фемиды и подали апелляцию. «Крымские музеи исходят из того, что спорные предметы, о которых идет речь, они были найдены на территории Крыма. Эти предметы хранились и изучались всегда в крымских музеях. Возможная передача вещей из целостных коллекций в украинский музей, например, или вообще на территорию Украины, приведет к нарушению целостности музейных коллекций». «Скифское золото» – часть Украинского культурного фонда, настаивают в Киеве. «Крымские музеи допустили методологічную помилку. Они не враховали один пункт, что выпускают, давали эти вещи за кордон, давали дозвіл на эти выставки и вивезение этих вещей. Держава, Украина – это раз. А по-друге, они не враховали тот факт, что, сгідно с украинским законодавством, музеи не есть властниками наявных в них культурных ценностей, если это государственные музеи или муниципальные». В украинском Минкульте ожидают возвращения скифского золота до конца года. Уже нашли место для экспозиции в Национальном историческом музее. «Мы собираемся в этой выставке присвятить весь остальный поверх. У нас тогда будет немного переробленный вход и выход, чтобы люди могли по колу идти». Здесь хотят разместить свыше полутысячи артефактов. Золотые украшения, резные шкатулки, оружие и драгоценные камни. Для экспонатов обустроят дополнительные выставочные залы. Если только государство даст денег. «Показать все те артефакты, которые вернутся в Украину. Повторить амстердамскую выставку, возможно, в другой композиции, но в нашем музее. Мы обговорили это вопрос, сколько эта выставка может продолжать. Я считаю, что она должна продолжать несколько лет. Два-три лет, может быть, этого достаточно, пока будет ажиотаж, разговоры около этой выставки. И ее экспонирование тут будет подогревать желания и киян, и гостей столицы, и даже и иноземных туристов, отведать эту выставку». В Киеве даже готовы отвезти скифское золото в Крым. При условии, что полуостров вернется под контроль Украины. Кому все-таки достанется коллекция, зависит от решения нидерландской Фемиды. Против Украины то, что она не ратифицировала ряд международных соглашений о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. А против России – декабрьская резолюция Генассамблеи ООН. Там мир назвал страну государством-оккупантом, а Крым и Севастополь – временно оккупированной территорией. Алена Сорока, Владимир Паутов. Для Крым. Реалии. С нами на связи по скайпу первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапар. Добрый день, Эмине. Итак, когда будет решена судьба этой коллекции? Сейчас очень сложно прогнозировать, однако мы предполагаем, что это перспектива как минимум годичной давности, потому что процедурно это так. Несколько недель назад наши адвокаты, защитники Украины, голландские защитники, получили информацию о том, оповещение о том, что крымские музеи будут подавать апелляцию. До 16 мая у крымских музеев есть время для того, чтобы уже подать сам документ под названием апелляция, в котором будут аргументы, почему крымские музеи не согласны с решением окружного суда Мастердама. И Украины после этого будет 6 недель для того, чтобы подать свой ответный документ, в котором они изложат свои аргументы по своей позиции. И мы предполагаем, что это будет какой-то период обмена таких вот, да, бюрократического обмена, письменного обмена позиций. И где-то не раньше, чем октябрь месяц, будет назначено заседание апелляционного суда, и которое после даже заседания возьмет наверняка несколько месяцев для того, чтобы уже вынести это решение. То есть, ну, это как минимум вторая половина 2017 года, и сложно говорить, когда это будет точно. Господин Аксенов требует, цитирую, бороться до последнего патрона за эту коллекцию. По вашему мнению, на какие, так сказать, патроны он рассчитывает? Если честно, предполагалось изначально, и я склонялась лично к тому, что, скорее всего, голландский защитник крымских музеев будет рекомендовать крымским музеям не подавать апелляцию, потому что будет избрана тактика одного проигрыша, нежели растягивать это удовольствие на несколько. Поскольку мне кажется, что позиция Украины настолько сильная, что оспорить ее достаточно сложно. То есть, мы понимаем четко, что закон на нашей стороне. Какие аргументы будет находить российская сторона в лице крымских музеев сложно, потому что вот если возвращаться к заседанию окружного суда, их защита строилась на том, что да, есть факт оккупации, его признают, в том числе, крымские музеи, потому что они украинские музеи, они вне политики, да, они понимают эмоциональную сторону страны, украинцев, но при этом они ведь не виноваты, что оккупация произошла. И полностью защита выстраивалась на том факте, что артефакты скифского золота носят сакральное значение для народа Крыма. Потом прилагалась целая юридическая экспертиза одного из профессоров российских, в которой он пытался доказать, что статус автономной республики Крым, он особенный, а значит музейный фонд Крыма, или музеев, да, которые в Крыму принадлежат народу Крыма, хотя по законам Украины артефакты принадлежат музейному фонду Украин, а значит народу Украины. И вот эта вот позиция, которая в принципе подкреплена несколькими конвенциями, европейскими конвенциями, международными конвенциями, которые в принципе защищают Украину в этом смысле, и мне кажется, что наша позиция достаточно сильная. Поэтому, что в этот раз придумает голландская защита крымских музеев, какие аргументы в этот раз они будут находить, будут ли они опять изображать из себя патриотов Украины или нет, это достаточно сложно предугадать. Но я думаю, что, конечно же, учитывая, что мы даже по тем откликам, которые были в СМИ, это достаточно резонансное дело, и что как там, до последней пули, то есть мы понимаем, что крымские музеи избрали для себя, в их лице, конечно, оккупационная власть, избрали политику любыми способами, любыми силами попытаться вернуть эти артефакты. В это они будут вкладывать очень много средств, финансов, энергии, давления. Я думаю, что для них это вопрос не сколько защиты артефактов, сколько политический вопрос. Знаете ли вы с паспортами какой страны в Амстердам приезжали представители крымских музеев? Когда я выступала на заседании окружного суда, я в своем спичи последней фразой произнесла, задала вопрос точнее, тем представителям крымских музеев, по каким паспортам они приехали сюда. Ответ на них я не получила, но до этого представители крымских музеев, которые выступали, они говорили, один из них, Никита Храпунов, говорил, что он гражданин Украины, что он ходил на референдум, что он голосовал за Украину. То есть таким образом, косвенно, наверное, намекаю, что якобы он приехал по украинскому паспорту. Однако я лично эти паспорта не видела, поэтому сложно утверждать, с каким паспортом они приехали в Голландию. Насколько я понимаю, апелляция россиян может стоить нам денег и немалых, потому что артефакты пока останутся на хранении в Нидерландах, а значит затраты на их содержание вырастут. По решению окружного суда Украина должна была, для того, чтобы вернуть артефакты, заплатить сумму около 111 тысяч евро за хранение артефактов в хранилищах музея Ларда Пирсена. В топ-плюс в эту сумму не была включена сумма за транспортировку, доставку артефактов в Украину. Теперь, когда подается апелляция, решение этого суда отменяется автоматически. Украинская сторона тоже может оспорить, например, решение того суда в той части, где Украина должна была нести финансовые расходы. Но тут мне кажется, что украинская оппозиция еще пока не согласована, поэтому рано говорить, что именно Украина будет или может, например, распаривать в апелляции в том числе. То есть и этой позиции нет. Но мы однозначно понимаем, что на данный момент решение окружного суда этой апелляции отменено, а значит, все позиции этого решения тоже в процессе диалога и в процессе апелляции. Что будет дальше, какое решение будет окружного суда, тоже сложно предугадать. Но Украина может как минимум озмучить свою позицию, по тому, насколько она готова или не готова нести финансовые последствия этого. Спасибо. С нами на связи по скайпу была первая заместитель министра информационной политики Украины Эминет Джапар. Это Крым Реалий, и дальше мы расскажем о таком. Полуостров утопает в мусоре. В чем причина? Мы ездим по городу с мужем, и все свалки еще в худшем состоянии. Платить за парковку или за штрафстоянку? Что выбирают симферопольцы? Подняли 50 рублей. Что это за цены такие за парковку? Хотя бы я не знаю сколько, 20-ку, 30-ку. Вы смотрите Крым Реалий. Полуостров утопает в мусоре. В Крыму насчитали более 2,5 тысяч свалок. На решение проблемы с отходами крымские чиновники получили 5,5 миллиардов бюджетных рублей. Но мусора меньше не стало. Более того, в январе Симферополь сам превратился в большую свалку. Почему так произошло, разбирались наши корреспонденты. Три недели подряд крымская столица выглядит как одна сплошная свалка. Сначала местные коммунальщики не вывозили мусора, потому что вместе со всеми больше недели праздновали Новый год. Потом власти закрыли городской полигон твердых бытовых отходов. Мы приехали к контейнерной площадке в одном из спальных районов. Где-то до Нового года было вот так, хорошо. А сейчас, не знаю, что случилось, мы за это платим, деньги за уборку, за все. Это везде, кстати. Мы ездим по городу с мужем, и все свалки еще в худшем состоянии. В хозяйстве муниципальном денег не хватает, людей не хватает, и они просто не успевают убирать. Городские власти критикуют даже лояльные им общественники. Никто не подготовился, ничего не сделали планомерно, нормально. Поэтому сейчас ситуация близка к такой чрезвычайной. С советских времен весь городской мусор свозили в Каменку. Это микрорайон на окраине города. Здешний полигон продолжал работу даже после того, как исчерпал свои ресурсы. Поговаривают, кому-то было выгодно, чтобы дешевая рабочая сила вручную перебирала отходы. В этом году полигон, наконец, закрыли. В Каменке стало легче дышать и безопаснее жить. Меньше ходят вот с этими мешками, узлами, с мусором, со всяким. Как-то так, поспокойнее стало уже. И меньше, честно говоря, меньше пьяных появилось. Это же вообще было на каждом углу. Плохо то, что бичам. Негде работать сейчас. Мучаются, страдают. Не ездят эти мусорные машины, которые разбили нам дорогу. Невозможно проехать. Ну, во-вторых, нет вони. Ну и невидимо этого. В первую очередь, глаза радуются. Знаете, как летом здесь такая вонь несет, что-то задыхается. Теперь мусор везут на полигон в Белогорском районе. Это более 40 километров в одну сторону. Тут 300 сельских жителей соседствуют с мусором, который остается от 300 тысяч симферопольцев. Мы что, не люди, что ли, здесь? Нам уже дышать нечем. Когда вот этот ветер сюда дует, и когда уже пекло настает, вот чуть-чуть тепло, вообще просто дышать нечем. Хоть противогаз одевают. В Каменке, значит, это люди, а мы не люди, что ли? Когда закроют эту свалку, можно только гадать. В случае с Большим Симферопольским полигоном после обещаний прошло два года. Полигон должен быть законсервирован с учетом того, что новые заводы по переработке начнут строить в 2015 году. Это записано в федеральную целевую программу. Неужели не могут задний завод сделать? Это мусорный завод. Это же проблема. Я был в Германии, в турческой путевке. Там мусорозаводы, вообще даже мусор, где высыпаешь, не найдешь. Заводы построили даже в Польше, которая ближе к Германии. Тут перерабатывают около 20% отходов. Сначала люди самостоятельно сортируют мусор. Бумагу, пластик, упаковку и металлические предметы бросают в один контейнер, стекло в другой, а несортированные отходы в третий. На заводе из мусора отбирают материал, годный для переработки. Остальное сжигают и получают энергию. Используют даже шлак из печей. В частности, при строительстве дорог. Сейчас мы производим электроэнергию для нужд завода, а также продаем эту энергию в сеть. Ее хватает, чтобы обеспечить электричеством около 3000 домов. Наш завод присоединен к городской системе. И благодаря теплу, которое мы производим, обогревается часть Варшавы. Симферополь не Варшава. И местные ищут виновных в мусорных завалах. Отличное состояние в кавычках. Но это сами люди виноваты. Надо это как-то все аккуратненько складывать. Тогда, я думаю, проблем бы не было. К сожалению, у нас люди пока еще не воспитаны. Они не любят то место, в котором живут. В начале года в Симферополе подняли тарифы на вывоз мусора. Люди уже платят больше за то, что остается неубранным. В ближайшее время под контрольной Россией крымские власти хотят рекультивировать еще четыре полигона. Помимо Симферополя, свалки закроют в Керчи, Старом Крыму, Алуште и Саках. В планах и открытие мусороперерабатывающего завода. Его, как и три года назад, обещают построить в Каменке. В Симферополе очередное улучшение жизни уже сегодня. В декабре там стартовала принудительная эвакуация автомобилей. Ежедневно на штрафплощадку забирают около 30 неправомерно припаркованных авто. А будет еще больше после того, как поднимут цены за пребывание на штрафплощадке. Ну а пока у симферопольских водителей выбор небольшой. Либо штрафплощадка, либо плата за парковку в центре города по 100 рублей в час. Устраивает ли местных жителей такая ситуация? Далее в опросе. Платным парковкам нет бесплатной альтернативы. Либо ставят знати, под которыми ставить автомобиль нельзя, и стоят знати эвакуации автомобиля. Будет альтернатива платным парковкам. Будет прекрасно. А ее просто нет. Прекрасно. Готовы платить. Вводите быстрее. Меньше пробок будет. В большом мире так решают. Почему бы нам так не решать? А стоимость какая-то? В пределах может быть 50 до 100. Ну она должна быть дифференцирована в зависимости от времени суток. Час пик, понятно. Ночью другой. А может ночью вообще не нужно делать. Какая-то часть нужна, наверное. В любом случае. Где-то платная, где-то бесплатная. Все должно быть равномерно распределено. Ну парковки нужны. Места мало очень. Платить неохота. Дороговато. Да, точно. Это где будет? В Крым. Дешевле делайте парковки. Пускай они будут плавлены. Подняли 50 рублей. Что это за цены такие? За парковку. Хотя бы я не знаю сколько. 20-ку, 30-ку там в час. Девочки. Мы продолжаем следить за тем, что происходит на полуострове. Смотрите настоящее время. Читайте Крымреалии. А в Крыму ежедневно на средних волнах на частоте 549 кГц. Слушайте радио Крымреалии. С вами была Катерина Некречи и Крымреалии. До встречи уже через неделю. Редактор субтитров А.Семкин